По приезду пожарных огнём были охвачены две квартиры на четвёртом и пятом этаже. Кто-то из жильцов вспомнил, что наверху осталась немощная пенсионерка. Пожарные бросились в горячие помещения. Через пару минут огнеборцы вынесли пожилую женщину. Пенсионерка оказалась слабовидящей. Она рассказала, что из соседней квартиры повалил густой дым, и она не смогла самостоятельно выбраться на улицу. Я с хвоста считаю, я ведь сама не вижу. А за вами никто не смотрит бабушку? Нет. У нее дочка приходит. Приходит, она кормит меня. Прибывшие медики оказали пострадавшей первую необходимую помощь. Оказалось, что пожилая женщина изрядно надышалась дымом и находилась в шоковом состоянии. А тем временем пожарные активно принялись тушить кровлю в пятиэтажке. Огонь частично перекинулся и туда. Огнеборцам пришлось заливать всё подряд. Поступил вызов о возгорании квартиры на четвертом этаже. На место ЧП прибыли пять наших спецмашин с авторестницей. Организовали тушение кровли здания и квартир на четвертом и пятом этаже. Жертв нет. Очаг возгорания ликвидирован. Как рассказали очевидцы, возгорание произошло в квартире на четвертом этаже. Местные жители в пожаре винят постояльцев съемных квартир. Да, это скорее всего посуточные. Больше никто так не может относиться. Вот мы тоже живем вот здесь в доме. У нас тоже в подъезде очень много посуточных квартир. Они не спят до утра там, знаете. И газ могут включать, и всё. Более точные обстоятельства и причины возгорания теперь будут устанавливать дознаватели противопожарной службы. Азиз Мурзабаев, Бахат Вактажабаев, Платон Гриденёв, информационная служба телекомпании «Утро».